Добрый вечер, уважаемые рязанцы! В эфире телекомпании «Город» программа подробностей. Сегодня говорим с Владимиром Федоткиным, членом фракции КПРФ. Что нас не устраивает? Почему мы вынуждены были с педагогами всех уровней разработать и внести новый закон? Во-первых, несмотря на то, что весь мир идет по интеллектуальным пути развития, у нас будет Россия вперед, идет сокращение финансирования образования. Вот, скажем, в 2015 году по отношению к 2014 году расходы на образование в федеральном бюджете были уменьшены на 35 миллиардов. Поверьте, это очень большая сумма. Причем по всем основным направлениям были уменьшены, даже на молодежь и оздоровление молодежи. В этом году, на 2016, еще большее сокращение. На 56 миллиардов рублей, и вот сейчас готовится антикризисная программа, там прорабатывается еще сокращать. Ну, то есть вообще все сбросить на плечи родителей. Ну, не потянут они. Я сразу задам вопрос. Ну, ведь депутаты Госдумы, у них тоже есть дети, они тоже родители. Неужели им не важно, что есть вот такие пробелы между школой, вузом, какими-то дальнейшими курсами? Потому что, когда человек идет из одной ячейки в другую, он начинает практически все с нуля. Не пробелы, а провалы, к сожалению, которые отбрасывают нашу страну назад. Вот Путин сказал, президент, о том, что надо 25 миллионов высокопроизводительных рабочих мест. Двумя руками за. Ну, хорошо, мы не упускаем передовую технику, купим новые станки, купим новые технологии. А кто будет работать на них? Безграмотный человек? Так он загубит эту технику. Почему депутаты? Вот наша фракция конкретно вносит законы, конкретно вносит поправки. Мы считаем, без укрепления интеллекта, это образование, культура. Мы никуда не продвинемся, только откатимся назад. Второй момент продолжается, к сожалению, ликвидация школ. Вот до принятия этого закона, до 2012 года, в России было ликвидировано 25 тысяч школ. За последние три года еще три тысячи. Сюда же добавим ПТУ, добавим высшие учебные заведения. Это отдельный разговор. Это отдельный. ПТУ практически полностью уничтожили. Вузы отдельный разговор. Значит, только школ еще по тысяче в год. Ну, с одной стороны, сокращает, а с другой стороны, я все время говорю, братцы, но ведь у нас растет ежегодно число школ с тремя сменами. Вот за три года число детей, которые учатся в третью смену, возросло на 9 тысяч человек. Что такое третья смена, наверное, можно представить. Это и хуже образование, и педагогу тяжело, и ученику тяжело, и хуже воспитание. И не случайно в прошлом году 13 тысяч детей окончили школу, не получив в этих штатах образования. Они вроде бы не учились, не могли дать выпускные экзамены, там ели. Вы знаете, я приведу простой пример. Вот в мою юность, да, школьную, нам хватало того образования, которое давали в школе. Сейчас с первого класса идут репетиторы, репетиторы, репетиторы. То есть это куча денег, это куча вот каких-то непонятных манипуляций. А для чего тогда школа? Все понятно. Можно сослаться на выступления руководителей Соединенных Штатов, Европейского Союза, которые говорят, что они заинтересованы, чтобы образования в России вообще не было. Зарплата практически у нас нищая, уходят педагоги из вузов. Но при этом давайте ведем коммерческие вузы, почему бы нет? Нам некуда больше отдать, давайте туда. Это говорят о школах, вузы отдельные. Вузы действительно тоже закрываются, это отдельный разговор. Это крайне большая ошибка. В результате в прошлом году, в 15-м, из вузов уволено 12 тысяч педагогов, а в этом году планируется 17 тысяч. Ни один мир не идет по этому направлению. Они говорят, вот маленький вуз и так далее. Но, ребята, возникает вопрос, в этот вуз пошла молодежь учиться? Пошла молодежь учиться. В этом мире уходят от огромных вузов, стараются идти в небольшие вузы, они по качеству образования выше, они оснащены лучше, и качество педагогов на порядке лучше, чем у нас. Поэтому лучше не сокращать эти вузы, не выгонять педагогов, а направить деньги, чтобы этот небольшой вуз давал отличное образование, как во всем мире. Может быть, принадлежат к любой партии, ради бога, но за твоей спиной страна, за твоей спиной люди, за твоей спиной дети. О них-то должен думать, иначе тогда уходи с работы с этой. А депутаты Госдумы обсуждают проблему коррупции в сфере образования? Обсуждаем, конечно. Но здесь нужно начинать не с самой коррупции, потому что, скажем, репетиторство, что это коррупция? С первой причиной, да? Наверное, это нет. Наверное, это не коррупция. Вопрос начинается с того, что, как в мире, вот скажем, в Соединенных Штатах, врач-педагог – это одна из наиболее оплачиваемых категорий населения. Потому что Наполеон еще говорил, что воины выигрывают не полководцы, а учителя. Это же истина. Вот когда мы говорим наш законопроект, который мы внесли неделю назад, то на первом месте, там много интересных моментов, которых нет в официальном законе образования, на первом месте мы ставим финансирование. Сразу говорю, что деньги в России есть, и мы это писали, показали, где можно взять деньги, не повышая налогообложение на бизнес, не залезая в карман родителям. Значит, если брать 100 рублей федерального бюджета по расходам, то у этих 100 рублей всего 3 рубля на образование, на все. Дошкольные, школьные, ПТУ, колледжи, на самом деле ПТУ уже не называют, нет их, да, вводят 3 рубля. Это в 6 раз меньше, в 6 раз, чем, скажем, Соединенные Штаты, Южная Корея, Япония, скандинавские страны. Но, простите, если на это деньги не выделять, никогда не получишь нужного специалиста. Мы не знаем, в Москве, в Рязани или в какой-нибудь деревне появится ломоносов. Можно закрывать? Можно, но при двух условиях. Первое, конечно, обязательно собрание схода должно быть, жители. И второе, согласие депутатов районного уровня. Пусть депутаты районного уровня, их избирали, дадут согласие, скажут, нужно или не нужно. Только так. С детским садиком, вот в Рязани, ситуация такая. У меня много знакомых мам. Идешь в садик, мест нет, ты 2000 какой-нибудь, приносишь 1080 или 100. Есть такие случаи, я о них уже слышала. Знаю, что вы на это скажете, как депутат Госдумы? В какой-то степени решили проблему от полутора до трех лет. Но нынешний законопроект об образовании, он практически отменяет все льготы для родителей, которые войдут в детские сады. И поэтому в среднем, вот за последние три года, и родители должны выложить до своего ребенка, кто идет в детский сад, в полтора раза больше денег. А в ряде регионов в разы, в разы. Второй момент. Не говорят о том, что резкого зла, стра, во многих регионах численность групп в детских садах. До 30-35 человек. Попробуй-ка, повоспитай. И третий момент. Совсем не говорят о детях, которые до полутора лет. А у нас там, у нас в стране детей, 3 миллиона почти, что, точнее 2 миллиона 800 тысяч. И больше половины из них нуждаются в детских садах, потому что бедно живут люди, или мама одна воспитывает. Сразу пример. 3 миллиона детей. Недавно мы общались с одной молодой мамой, которой предложили в частном садике за 18 тысяч рублей в месяц замечательно воспитывать ее ребенка. Чем отличается это воспитание, и мама должна только на садик работать в итоге? То есть, очереди нет. То есть, она выйдет на работу, чтобы ребенок просто сидел в садике. Вот я об этом говорил, выступая в Государственном Думе. Не то, что она отдаст заработанные деньги, но ей еще не хватит. Не хватит. У нас сегодня доходы... Потому что ребенка нужно накормить, одеть, подготовить к школе, да, он еще не каждого возьмут. Да, 23 у нас миллиона жителей вот наших России имеют доход меньше 10 тысяч. Она, а минимальный размер оплаты труда в этом году 6 тысяч 204 рубля, она отдаст, что заработала и еще должна будет. Так можно легко решить проблему очереди. Так вот, в нашем законопроекте там записано, вернуть все льготы на детские дошкольные учреждения. А у нас, понимаете, у нас даже в стране нет никакой стратегии. А сколько каких кадров нам нужно через 5 лет, там через 10 лет. Ведь мы должны не только учить, а куда они пойдут. Владимир Николаевич, в заключении беседы, может быть, вы дадите совет нашим телезрителям. Может быть, стоит с нашей стороны сделать какой-то шаг, который улучшит ситуацию с образованием в нашей стране. Я бы сказал так, в первую очередь, включить мозги. Не просто жаловаться, да. На жалости жизнь не получишь. А думать, смотреть, потому что политические партии... И помнить о своих правах. Политические партии все-таки в вузах, так. И вот вникать в программу, кто что предлагает, готово. И идти голосовать. Мы достаточно пока нормальные люди, что можем мирно, спокойно, без крови, без жертв выйти на цивилизованный путь развития. Россия еще не перешла красную черту вниз. Поэтому основной путь, я говорю, это прийти обязательно самим на будущие выборы. Ну, будут Государственные думы, будут другие выборы. Это как обязанность должна быть, конституционная обязанность. Хочешь жить, сделай хоть что-нибудь. Приведи всех соседей. Посмотри, кто из своих знакомых участковых территориальных комиссий. Поговори с ними, чтобы не было фальсификаций. Чтобы были честные выборы. Вот если вместе с людьми мы это сделаем, можно сто процентов сказать, проблема детских садов, школ, ПТУ, техникум, вузов будет решена в самое короткое время. Что делать? Уже написано. Как делать? Уже написано. Где взять деньги? Уже написано. Немножко я об этом сказал. Но без желания наших телезрителей, само собой, ничего не сделается. По счетчику велений не бывает в жизни. Спасибо за эту встречу. Это была программа подробностей. Если вы что-то пропустили, заходите на сайт нашей телекомпании город62.tv. До встречи.